23 февраля 1944 года является датой начала массовой депортации чеченского и ингушского народов с их земель. Разбор причин депортации является наглядной демонстрацией разности мировоззрения народов России. Кадыровские наместники оккупантов очень любят апеллировать к несправедливости лично Сталина, что логично, ведь их пропаганда строится на том, что чеченский народ всегда был с Россией. Эту же пропаганду сегодня проталкивают и некоторые представители ингушского народа, кричащие о верноподданстве России. Но находятся и простые люди из наших народов, пытающиеся убедить остальных в том, что наши представители активно и храбро воевали за СССР, считая это поводом для гордости и приводя таких людей, как Нурадилов и Весаитов. Правда же в том, что чеченские и ингушские народы, воспользовавшись удобным для этого моментом, подняли восстание, не хотели служить в советской армии и намеревались освободиться от Красного Ерма. Такие намерения и действия наших соотечественников являются абсолютно логичными и правильными, иначе и быть не могло. Наш народ вел ожесточенную войну за свою свободу и справедливость во все времена, никогда не присягая России на верность. Наш народ, тогда еще войнахский, был выслан с формулировкой «за измену Родине», но никакой Родине мы не изменяли, наоборот, в трудный момент мы решили освободить свою Родину от оккупантов, так что данная формулировка является абсолютно неверной. Попытались освободиться от оккупации, да, это уже ближе к истине. И нужно заметить, что мы никогда не гордились такими представителями нашего народа, как вышеупомянутые Весаитов и Нурадилов. Для нашего народа они являются никем. Да, они герои СССР, они герои коммунистов, вот именно, что они герои оккупантов, не принесшие пользы конкретно своему народу. И имена их стали у всех на слуху исключительно с подачки оккупантов и их наместников, упрямо пытающихся заставить нас принять их лживую пропаганду про верность России. Мы России никогда не были верны и верны быть не можем, мы ей не присягали, а всегда были под оккупацией. И героями мы можем считать как раз тех, кто, пока такие, как Весаитов и Нурадилов помогали оккупантам, пытался освободить свою землю от безбожных оккупантов. Это не означает, что мы симпатизировали фашистам, абсолютно нет, просто тогда представители нашего народа попытались воспользоваться ситуацией, а поддержки фашизма там и речи не шло.